Да, человек, который продает разные вещи, которые связаны с еврейской религией, это называется Judica Store, Judica, там продают они разные книги, продают разные кипы, стаканы, все то, что связано с еврейской религией, это называется магазин Judica. Этот человек, который имеет этот магазин в Израиле, он поехал вне Израиля, не написано в Аргентину или в Америку, не знаю, наверное, в Америку он приехал, он приехал для того, чтобы посмотреть, какие вещи он может купить, и он приехал в то место, где продают разные-разные антики, разные старинные вещи, есть люди, которые очень любят покупать старинные вещи, вчера был музей бухарских евреев, мне очень-очень понравилось, дай бог здоровья Аару Михайловичу, который держит музей бухарских евреев, я советую всем туда поехать посмотреть, я был очень сильно тронут вчера, я даже много фотографий там сделал. Этот человек, после того, как был в этих магазинах, он не нашел то, что он хотел приобрести, и он хотел уйти оттуда, и вдруг, когда он уходил, он увидел, что есть еще один магазин, который он туда еще не зашел, зашел он в этот магазин, и видит там тоже интересные вещи, и вдруг он увидел на полу, там есть какой-то тазик, этот тазик, он очень-очень необычный, старинный, очень-очень дорого стоит, он очень сильно разбирался в этих вещах, он говорит, это очень-очень сотни тысяч долларов, бывает тазик сотни тысяч долларов, бывает такое? И он говорит, интересно говорит, что он этот такую дорогую вещь поставил на полу, и он видит, что хозяин этого магазина, у него кошка там туда-сюда бегает, и он говорит кошке, и он берет молоко, наливает на этот тазик, который очень дорого стоит, и кошка подходит и пьет молоко из этого тазика, он говорит, просян, наверное, хозяин магазина не знает, что это очень-очень дорогая вещь, наверное, он думает, что это один или два доллара стоит, давай, говорит, я у него эту кошку куплю, и заодно я это скажу, тоже мне дай, чтобы я мог давать этой кошке молоко, он хотел таким образом обхитрить хозяина этого магазина, и он говорит, я хочу купить эту кошку, мне очень нравится ваша кошка, вы можете мне ее продать? Да, говорит, почему бы и нет, хотя жалко мне будет с ней расставаться, сколько вы хотите за эту кошку? Тысячи долларов. О, так дорого, тысячи долларов, вот эта цена. Take it all, leave it. Что такое take it all, leave it? Или возьми, или уходи. Хай, говорит, он выносит тысячи долларов, дает ему, он говорит, я, говорит, очень, дайте мне кошку, он берет кошку, он говорит, ну, я хочу тазик тоже взять, чтобы ей дать молоко, потому что у меня нет тазика, дайте, пожалуйста. Стоп. Я, говорит, тазик не продаю, это, говорит, не продается. Он говорит, хай, я зам за этот тазик, два доллара, три доллара, купить зам, другое. Нет, говорит, этот тазик не продается. Десять долларов, сто долларов не продает. Он говорит, я только тебе продал кошку, он уже заплатил деньги, все. Я, говорит, тазик не продаю. Он говорит, хай, продайте, дайте, он говорит, я тебе скажу секрет, что я не только продаю вещи, которые ты здесь видишь, я кошки тоже продаю. Почему? Потому что, говорит, я знаю, ты хотел этот тазик купить. Уже такие, как ты, у меня уже многие были. Я каждый раз проносу сюда новые кошки. Они думают, что если они купят эту кошку, этот тазик... Но, говорит, я не дурак, я не вчера родился. Я, говорит, продал кошку, будь здоров. Он говорит, хай, давайте верните мои деньги, я вашу кошку не хочу. И он бросает кошку. Он говорит, это уже сделка сделана. Он говорит, нет, это ошибка, это не считается. Как вы думаете, эта сделка считается или нет? Это ошибка или нет? Итак, вопрос, если эта сделка считается или нет. Вы считаете нет? Вы считаете да? Он сказал, я хочу купить. Кошку. И потом он думал, что инклудит. Еще там другие вещи тоже. Он хотел обхитрить и видит, что его обхитрили. Поэтому я всегда говорю, нельзя никого хитрить. Надо человеку быть стрейт, честным. Не обманывать. И не хитрить. Орахаим Акадош спрашивает, когда я акул купил у Эсава первородство. Он сказал, Эсав, я тебе дам покушать чечевицу, ты мне продай первородство, и Эсав ему продал. Продал. А как это Эсав продал ему? Это же не считается. Потому что это считается ошибкой. Первородство – это очень и очень дорогая вещь. Тогда почему я акул говорит, я тебе дам вот этот обед. Давай, говорит, продай. Он говорит, окей, это считается или нет? Если человек не знает, что это дорогая вещь. Он не знает, что эти пластинки очень дорого стоят. Он думает, что эта пластинка 2-3 доллара стоит. Но он не знает, что эта пластинка очень и очень дорогая вещь. И он вам продал это за 2 доллара. Но это на самом деле 10 тысяч долларов стоит. Ошибка это была. Это считается, что вы купили или это не считается? вы не знали что эти пластинки очень исторически ни у кого нету они как новые никакой царапины нету этих пластинках очень и очень дорого стоит это не считаете что вы его продали он имеет право вам ваши 2 доллара вернут и забрать пластинки потому что это была ошибка когда человек эта ошибка эта сделка не считается когда это как говорится такая большая ошибка ну смотрите надо быть честным всегда хотя мы они говорят в америке кто честно никогда не разбогатеть как они говорят и сам прекрасно знал что это не стоит что первородство дороже стоит но он как говорится не возражал он до такой степени не любил первородство он пренебрег этим он сказал что это мне даст я не хочу служить храме мне это не надо головная боль проносить богу жертвы быть бахор раньше коины не было главной раньше первенцы были какое-ли главное поэтому это человек который купил кота он рискнул он сказал если он не даст я зацом буду богатый он рискнул он дал тысячи долларов с надеждой что это тазик он тоже даже он заработает много много денег но здесь он как говорится его риск он попал не оправдался его риск поэтому как бы вам больно не было этого слышать мне тоже неприятно это слышать и я считаю что хозяин магазина обманщик номер один и туда ногу ставить нельзя я считаю это мое мнение как он может так людей обманывать а эти люди хотят его обмануть купить этот тазик который очень дорого стоит ссылаясь на то что он не разбирается в этих вещах это же магазин предназначен для старинных вещей он же не вчера родился поэтому по закону к сожалению эта сделка считается и он должен прочитать ходишь алисруэль на эти тысячи долларов которых он потратил на эту кошку и дальше один человек зашел в пекарню для того чтобы купить изделие он купил разные чайскейк разные вещи которые связаны с кондитерскими с пекарней продавец ему это все аккуратно завернул и это человек взял вот эти за полностью завернутые бумажные и он пошел в банк потому что он должен был там купить чтоб купить там поставить деньги там очень большая очередь была в банке и этот еврей держится за эти вещи которым купил из из пекарни что люди думают что там очень и очень много денег они думают что там много денег они не знают что там а печеные куки шмуки там было два вора которые хотели эти деньги ух своровать и они один из них пришел горит и знаешь я не могу посчитать деньги ты можешь мне помочь пожалуйста я не могу я путаюсь почитаю по что помоги мне почитать деньги а вот так держит горит дайте мне деньги вам будучи на деду вот так держит одной рукой он держит и другой считает его деньги а его друг что сделал пока он деньги считал он взял и своровал у него вот эту пачку пакет и убежали они оба они оставили там 1000 шекелей они ему дали считать деньги там было 1000 шекелей они думали что это дома в мешке 50 100 200 ты щекелей они не знают что там что есть куки шмуки пока они убежали он остался 1000 шекелей на столе они убежали я не знаю как они могут сделать в банке везде там кругом есть камеры я не знаю как они это сделали эти воры теперь что надо сделать воры ему оставили 1000 шекелей что он должен с этими деньгами сделать пойти купить еще большую куки айна конь и тонн шибала угодня холли скоба шторочем я дом и по твоим более мы шум шина вами в кироту эти воры они бросили эти деньги и от них отказались ссылаясь на то и думаю что они взяли у него 200000 шекелей у лом не решили тонком это мастер бодни решено дом комбинса до факера что ротки мутбар бфк р боталуча на фк р это не считается что процен что они эфкер сделали человека и в кир они бросили и лака шире а южного меха вата он не коров поэтому что надо делать он если он боится бога он не должен эти деньги используются он только имеет право взять сколько денег 5 долларов которые он потратил на эти кукиз но эти деньги он должен как говорится держать пока эти воры не объявится или не признается хотя этого никогда не произойдет но как говорится может он это донышит дать он говорит что этот человек не должен эти деньги использовать вот надо этих воров найти конечно мы вы арестовали побыстрее но как говорится это то что здесь написано и я вам просто почитал хотя я думаю что нормальный человек он что сделает он скажет клуба шкура на озор доллар мама хло подарка до на этом я закончил мои речи и всем вам хорошего дня барахану на леона